Как вы знаете, на бенефесте работают мастерские. Целый день сидят чижики в кустах. Чижики – это члены жюри 2-го канала, так сложилось. Сейчас каждый день в 7 часов подводятся итоги работы мастерских. Для подведения итогов и показа результатов я передаю слово Дмитрию Коломенскому. Дорогие друзья, по традиции сегодня проходил второй день мастерских, где работали три мастерских. И сегодняшний концерт, так же как и вчерашний, будет составлен по рекомендациям мастерских. Какие же мастерские работали? Мастерская номер 1, площадка номер 1, Михаил Богуславский. Один в единственном числе. Можете похлопать, человек два дня работал, вставал в маураль, его делался поздно, говорил все время. Мастерская номер 2, Григорий Певздор, Ася Нистратенко и ваш покорный слуга Дмитрий Коломенский. И, наконец, мастерская номер 3, Борис Жуков, Виктор Соколов и Георгий Курячий. По нашей традиции мы будем не просто вызывать суда тех, кто прошел в концерт, но и говорить о них несколько хороших и добрых слов, чтобы вам было примерно понятно, что же нам показалось таким замечательным, что мы пригласили этого человека в концерт «Привет, Света». Извините, отвлекся. И на сцену сейчас мы приглашаем Таисию Мальцеву, исполнителя из города Саров. И хотелось бы, чтобы Михаил Богуславский сказал, а он уже готов сказать несколько слов. Лёва, дашь Миша микрофон? Ну, просто ему так удобнее говорить микрофон. Там кнопка. Спасибо. Раз, раз. Миша, возвращайся к нам. Таисия мне порадовала тем, что она поет. Надоели мне эти самые говоруны, птицы говоруны, умные и доразвитые. Она поет хорошие песни, одна вообще исключительная. Я сильно надеюсь на ее будущее, потому что глаза-то ясные, человеческие, не бардовские. Таисия Мальцева, пожалуйста. Саров. Здравствуйте. Спасибо большое. Так. Я так понимаю, песню мне не объявили, тем самым позволили петь... Я пела две Эльмира Галей. Ну, ладно, хорошо. Спою ту, которую? Да. Которую больше понравилась жюри. Еврейская мелодия. Это стихи Лермонтова, музыка Эльмира Галейова. Лермонтова, музыка. Я не могу. На, 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 на... На, 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 на... Я видала иногда, как ночная звезда В зеркальном заливе блестит, Как трепещет в струях и серебряный прах От нее, рассыпаясь, вяжи. Но поймать ты листи, силой тьме берись, Обманчивые лучи и волка. Мрак тени твоей только ляжет на ней, Отойдешь и запрещет она. Светлой радости так беспокойный призрак Нас манит под хладною мглой. Ты схватить, он шутя, убежит от тебя, И обману, он вновь пред тобой. Но поймать ты не мстись и ловить не берись, Обманчивый луч и волна. Мрак тени твоей только ляжет на ней, Отойдешь и запрещет она. ПЕСНЯ Спасибо большое. Дмитрий Смирнов Дмитрий Смирнов За вечерним туманом За вечерним углой стеклян Исчезаем И становимся тенью туман Исчезаем Оболочка уже незрима Только смутное чувство Словно кто-то проходит мимо То ли падают листья То ли всликнула жалобно дверца То ли волшебник Пришел починить твое сердце Словно кто-то из этих деревьев Заснул и без листьев проснулся И хотел тебя кто-то погладить Но исчез И тебя не коснулся Играет музыка Спасибо, Дмитрию Смирнову И прежде чем позвать сюда На эту сцену Следующего нашего участника Хочу просто дать Аудитории несколько вопросов Никто не чувствует себя Анастасией Агошевой Анастасия Агошева здесь Вот если бы кто-нибудь почувствовал себя Анастасия Агошева Он бы оказался на сцене А никто не чувствует себя Виктором Зеленовым О, очень хорошо, Виктор Чтобы здесь жизнь моя Станет спокойнее на 1 четвертую Нет, не прямо сейчас, Виктор Я подбегу Извините, я не сказал Просто мне бы хоть увидеть вас Я видел вас Я помню вас А никто не чувствует себя Георгием Курячим Который сейчас должен сказать Несколько хороших слов О Вите Уваровой Пресс-центре Ну и ладно Придется сказать несколько слов О Виталии Уваровой Мне Виталия Уварова По зеленой футболочке От Виты Можешь уходить Предстраиваться к микрофону Смотреть на зал Там всякое такое Вот Вы видите, что она Представитель Детской Юношеской Республики Знали мы Виту Изначально, когда она жила Еще в городе Мурманске Была немножко ниже Тогда она звонко пела Свои чужие песни Сегодня она выступит В качестве автора стихов Виты неопытный автор стихов Такой начинающий Не почувствовавший себя поэтом И слава Богу Потому что в ее стихах Вот Сохраняется какая-то такая Непосредственность Не наработанность А непосредственность Которая зачастую подкупает Более иной наработанностью Виталия Уварова Ныне Москва Здравствуйте Мхи, папоротники Среди бесчисленных тропок Липкий, пахучий, влажный Завущий в глушь Лес говорит и живет до тебя И после Лес — это сотни и сотни Зеленых душ Лес — это ручами вросшие В землю звезды Виталия Уварова Мурманск, а теперь Москва Следующие наши участники Это дуэт Совершенно летняя Дуэт замечательный, мастеровитый Пользующийся стихами Хороших поэтов За что им большое спасибо И сопровождающий эти стихи Несопровождающий Неправильно сказал Подчеркивающий эти стихи Доносящий Вот сами бы говорили, между прочим Я тут отдуваю из вас Кригорий Пестер Это его формулировка Доносящий и подчеркивающий эти стихи Необычной, интересной музыкой Дуэт совершенно летний Вроде как Москва Здравствуйте Добрый вечер Это Елена Малак Это Людмила Пагис Мы споем песню на стихи Марии Феликман Воспоминания о лете Из-под ног Выстреливали кузнечики Разлетались шмели И гудели пчелы И недовольно бросали свои дела Мы сперва шагали Потом бежали Мы ждать уже не могли Впереди по карте была вода А стало быть, жизнь была В эту жизнь едва Блилась электричка Потом автобус не шел А потом кружил По каким-то дачам Пустел на глазах Везде за собой Таская ручное облако Пыли легкой, как шелк И вели от площади Три дороги Но только одна В кладе И была вода И над ней носились Стрекозы и голоса Бултыхались дети И летела Цапля в тростник На том берегу Мы все плыли Плыли Вперед Пока предзакатная Волоса Не спугнула нас Озарным касанием Покликом на берегу Если столько может вместиться в день То сколько же может в год Стоит только вырваться И не оставить Проходится на потом Хохотала радугой Вверх ногами Во весь свой радужный рот И от смеха таяла Как улыбка спешащая За котом И уже не думалось Был ли кот Или не был А если был То зачем он был На краю села На автобусном Придачье И автобус Снова не шел А где-то А где-то Колокол бил И тянулись К площади Пассажиры Как мы Совсем налегке И луна Взошедшая Незаметно Выхватывала Из тьмы То забор То дерево Новый вечер Тихонько пел А на дни Паутинкой Вздрагивала Забытые Обветшавшие Мы И рвалась И таяла Словно радуга Облака Облака Облако Подлетели Субтитры создавал DimaTorzok 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 Когда к дну идет баркас Или рыбачья филюга Шаланда, шлюпка словом том Что не господствует в размерах Картина бедствия проста Седой матрос кричит по лондро Весь экипаж, покинув борт Стремится к полосе прибоя Но если вдруг к дну идет Трансокеанский лайнер В двенадцать с лишним этажей Картина бедствия иная А в машинном паникам вода Все туже бьется в переборку Искрит провод, как гаснет цель А наверху еще гуляет Горят огни, играет джаз Стерт, надушен и не в меру Разносит блюд И нет причин Для огорчений И тревоги И мне все чаще снится сон В машинном паника Вода все туже Бьется в переборку Искрит провод, как гаснет цель Я остаюсь один в отсеке И вот уже соленый лед Дошел почти до подворотка Через двенадцать этажей Я слышу музыку и смех Но мне до них не докричаться Павел Родовьевский Город Красногорск Московская область Петербургское направление Рижское Извините У меня все петербургское Понимаете, все, что северо-западнее Сейчас на сцену выйдет человек Который вчера здесь уже был В качестве исполнителя И если Мария Черная Из города Колпино В Ленинградской области Как исполнитель, несомненно, уже человек состоявшийся В чем мы вчера и убедились То поэт Мария Черная По сути еще не состоялась То есть так Это готовый поэт, который еще не написал Готовых стихотворений Но очень много обещает Чего мы Маше и желаем Поэтому мы попросили прочитать коротенькое стихотворение И тем самым хотели бы обозначить Здесь вот в этой поэтической Чуть не сказал номинации, но не сказал В этом поэтическом мире Мария Черная Здравствуйте Уже совсем маленькое стихотворение Дон, 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 а над доном звон А на донном дне рыбаки одне Они кормят рыб из костлявых рук Морд об руки стук раздается вдруг На бездонном дне дона Это все Мария Черная Запомните это имя В сочетании с этой фамилией На сцену приглашается Есть у мастеров Такое право Еще со временем второго канала Приглашать участников из кустов Вот под одним из кустов Который рос здесь на поляне Сидел и в общем не очень даже печалился Исполнитель изначально из Луганска Потом из Петербурга Потом из Киева А теперь, по-моему, все еще из Черниговской области Я забыл название твоего села Уже из Одессы Одним словом наш дорогой путешественник Алексей Дзевицкий Вы нашли, он находка Находка дня Да, поскольку я не нашел ремня Там есть сидячее место А, вот сидячее место есть Прекрасно Прекрасно Здравствуйте Вот И Сегодня на этой сцене выступал Михаил Капустин Вот И Я работал в его проекте Который назывался Называется Штырлиц Попытка к бегству И Надеюсь Когда Созреет проект Великая русская литература Я тоже в нем буду Работать И Вот Ария Ария из этого Грядущего проекта Из грядущего мюзикла Называется она Гроб Грибоедова Эпиграф А говорил-то Сюда он больше Не ездок Не ездок А глядишь ты На сцену Выезжает Гроб Александра Сергеевича Грибоедова Я физик Лирик Музыкант Поэт В немнятен Мир И в мире Всяк Предмет В немнятен Говор Чужих Глаголов И скромный Гений Местоимений Призвания Музы Отчизны Узы Я все Постиг Испытал И замерил И я искал Чему служить Стране Склонить ли к миру Или весь мир К войне Слагать ли сказы Гранить алмазы Взрывать ли скалы Давать ли балы Твердить уроки Мастить дороги Что ни возьми Тут конца Не взвидишь Здесь Слишком много земли Что ни крик То вдали Что ни флот Намели Без моря О, кем Не сделаться Каким Мне стать Чтоб быть родимой Стране Подстать Играть с волнами Расти чинами Пойти в мессии Воздать России На поле брани Послом в Иране Ужель Заметит Поймет Оценит Как дым отечества Глаза Застывал Куда ни грянь По всаду Мрак Развал Что хочешь Делай Печатай денег Ищи где густо Руби в капусту Харейму Соль Соль Езжай с посольством А все Некстати В разлад Без толку Тут Слишком резво Бегут Слишком Мертво Лежат Слишком Долго Сидят По тюрьмам Я создал Горе От туман И вальс Я постиг Что ненавижу Вас Тупые рожи Рабы Вельможи Кохлы Абреки Купцы Калеки Борцы Папы Папы Все Будто С пальмы Сегодня Слезли Любой Декаль В кого Не ткни Свой Перс Что Калмык Что Армянин Что Перс Уже Теперсы Дадут Мне Перс Для них Посланник Известный Данник Придут Толпою Творцы Разбоя Смотри Они Уже Лезут В двери Я Допросил За судьбы Достучался Во лбы Да Игрался Увы В мессию Ломают Полю Трежут Трвут В куски Что Не отнять Долой Тожмут В тиски Топчите Гады Я знаю Надо Пять ран Смертельных Сияет В теле Еще Пять Сотен И Буду Годен Я Полномочный Посол В Россию Живым Попробуй Обустрой Ее Когда Повсюду Мрак Грабы Гнилье Что Хочешь Сделай Теперь Я еду Бегут Еще Вы Дорогу К Робу Ездок Беспечен Он Нынче Вечен Теперь Он Просто Отменный Ездок Сюда 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 Суда Сюда 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 Вот такие кусты Растут на фестивале Бенефис Под которыми ютятся такие как Алексей Дзевицкий, ныне город Одесса. Наш стройный порядок концерта немножко сломался из-за любви к детям, потому что Сергей Гринберг пришел не один, он пришел с ребеночком, а ребеночек долго вносить авторскую песню не может. И из любви к детям мы вынуждены выпустить Сергея Гринберга сейчас, хотя хотели сделать это потом, а Георгий Курячий, который мог бы сказать про него несколько хороших слов, не пришел, поэтому я просто объявлю Сергея Гринберга, ветерана второго канала, лауреата второго канала, члена жюри второго канала, а ныне участника мастерской, в смысле мастерима, подвергнувшего себя мастерской, уже можно давно выходить. Мастера, которые не пришли для того, чтобы о Сергее Гринберге что-то сказать доброе, сказали, пусть поет две песни, я хотел настоять на одной, но они сказали, пусть поет две песни, их было больше. Ну да, но раз мастера не пришли сказать обо мне доброе слово, я себе сам скажу доброе слово. Собственно, что случилось? Случилось, вот мои друзья и френды, и внимательные читатели моего фейсбука знают, что со мной случилось несчастье пару месяцев назад, я всем телом ударился об Антонио Карлоса Жабима и об Асанову. Абасанова, как метко заметил наш гений Игорь Борисович Белый, это когда ты вдруг понимаешь, что на гитаре не умеешь играть совсем. Потом ты понимаешь, что ты все-таки худо-бедно это сыграть можешь, а потом выясняется, что это еще и надо петь, а потом выясняется, что на португальском ты петь не умеешь, и хотя это кучу раз уже перевели на русский, но всегда переводили неправильно. И тогда ты волей-неволей начинаешь это переводить правильно, после чего ты начинаешь мучиться, что вот это ты наконец-то никто правильно не перевел, это правильно перевел, это же надо людям показать, и ты приходишь на мастерскую, поешь это курячим, и курячий говорит «Вау». Собственно, я все объяснял, почему я здесь, в качестве находок дня. То, что вы сейчас услышите, как это объявлено две басановы, одна – это действительно честный, и мне так кажется, уже не только мне кажется, что действительно хороший перевод классической басановы, так, золотого фонда, которая называется «Дезафина». Сергей Ефимович, ну не на втором канале, можете говорить «Скорее, быстрее петь». Да, я постараюсь, но необходимо несколько пояснений. Все равно. Значит, ее много раз переводили, но дело в том, что все переводчики забывали, что песня – это шуточно, и что посвящена она плохим исполнителям басановы, которые не попадают в ноты, не попадают в суаут, как сейчас не буду попадать я. И в оправдание свое говорили, ну, ребята, ну это же басанова, тут так принято. Итак. Стоит тронуть мне струну, ты морщишь нос, Милая, как больно слышать мне твои слова, Ты прекрасна, но при этом не права. Я своей игрой тебя не радую, Ты меня зовешь, где за финал даю, Но что такого, сон попал разок за местами, А слова очень грубые, пойми, Ты вообще, душа моя бездушная, Песни сердца моего с такой скукой слушаешь, С таким холодным выражением милых глаз, Что ты же фотик наш заклинил и погас. И теперь, когда опять забуду ноту или слово, Я не сморгну в глаза тебе солгу, Это ты понимаешь ли, босса, такая новая, Да и вообще по-другому не могу, Просто, если сердце заикается, То порой и пальцы заплетаются, Вот это все душа моя любовью называется, И смельчак краснит от смущения, И просто так в себе находит гения, И внезапно безголосы разбивается. Да, правильно. Мне еще пока приходится все время смотреть на левую руку. Вот, а вторая песня — это не перевод, Ну, так сказать, это интерпретация по мотивам, Поскольку не менее знаменитую песню того же Жабима «Самбо on a note of soul» Самбо одной ноты перевели Много кто, и в отличие от предыдущей, Перевели действительно хорошо, В частности, Игорь Белый. Поэтому это интерпретация, Не совсем перевод. Я искал по жизни что-то, Что бы только для меня Я нашел вот эту ноту, И эта нота для меня Нот на свете бесконечно больше, Чем в лесах жилья, Но вот это вот, конечно, Лучше всех она моя Люди производят много самых разных, Ну, только там, где надо и не надо. Говорят, дыдят ловочек, Лучше тарапочек, Лявят, вот, осада. Не беда, что нету слуха И с вокалом не воды. Не глядите ли лесуха Наградите за труды, Наполняю вести грады, Грашевой призрыв поют. Есть такие люди, Барды не умеют, но поют. Барда производит много самых разных, Песня, где попала, как попала, Солнышко лесное и струна, А сколько баха всегда стала, Ох, достала. Я иду себе по свету, Что ни нато не пою, Издаваю ноту эту, А точнее издаю. И когда так мне бессрочно Завершу свой путь земной, Эта нота будет точно, Что-то изданное мной. Спасибо, Сергей Гринбергов. Вы слышите радостный вопль освобожденного от артовской песни «Ребенка». Сейчас на нашу сцену поднимается Моисей Гостев. И я попрошу сказать о Моисею Гостеве. Виктор Николаевич, а можете что-нибудь хорошее сказать об этом человеке? Он же от вашей мастерской. Замечательно, спрашиваешь мастера, Можете что-нибудь хорошее сказать о человеке? Очень сложно говорить мастер, Как бы явно не имея в виду того, Что получилось. В этот момент непосредственно отходил. Ну что? В общем, это самое... Долго говорить я, пожалуй, не буду. Нам это просто понравилось. Писенка достаточно необычная. И просто симпатичная, без всяких, достаточно. Моисей Гостев из разных городов. Из каких? Почему Моисей? Нет, ты скажи этот микрофон, это же прикольно. Добрый вечер. Всем немножко лучше. Спасибо. Спасибо. Есть люди, которые называют меня Человекомиры, Космополитом. На самом деле, это всего там несколько городов. Москва, Нью-Йорк, Хайфа, например. Вот эта песенка о Хайфе, Городе, в котором я прожил сколько там? Восемь с половиной лет. Такая зарисовочка. А эпиграфом, значит, к этой песне Служат слова Рубцова в изложении Дулова. Нет, не кляну я, мелькнувшую мимо удачу. Нет, не жалею, что скоро пройдут пароходы. Что ж я стою у размытой дороги и плачу? Этот город раскинулся сетью по склону Крутого. Вдоль горы с очень сладким названием и привкусом меда. Здесь столетия линяют размеренно и по простому. Пусть торговец, пусть внизу светятся, Торговец мурной и приезжий. Мне с вершин бахайского сада до них нет заботы. Я глаза открываю лениво и реже, и реже. Я нашел свою меку, и двигаться мне неохота. Торговец мурной и приезжий. Может, лучше на свете прибежища нет пилигриму, Чем вот с этой горы наблюдать, как идут пароходы. Ощущая, как жизнь проплывает, все мимо и мимо. Ускользая, течет, уплывает, проходит, проходит. Спасибо. Челябинский издатель Марина Владимировна Волкова запросила ряд сайтов отечества и зарубежных. По количеству поэтов, наблюдающихся в нашей маленькой стране. И получилось, что у нас порядка 4,5 миллионов поэтов, Которые себя так называют, себя так позиционируют, И себя так представляют на стихе хиру и еще примерно 18 сайтов. Ну, я подумал, что заболевание тяжелое, во многом неизлечимое. Но вот данный поэт исключение. Да, сейчас маленький микрофон еще поставим собаке. Она будет по голоске. Здравствуйте. Вкус. Я ел амаров и горелую самсу, сготовленную грязными руками. Я ел драконий фрукт и пил лимон, вдыхая соль и закусив текилой. Я ел горячую, три перчика, лапшу и запивал ее ведром дождя. Пусть первым в меня бросит черствый камень, кто скажет, я испробовал не все, я все испробовал. Я сам себя изъел, чтоб только перебить знакомый вкус знакомых губ, которые теперь чужие. Александр Рязайкин, город Москва. На сцену приглашается Александр Идельчик. Запамятил Минск. Минск, отлично. Саша спел несколько песен на чужие стихи. И мы там разошлись во мнениях по поводу некоторых песен. А вот с этой песней как-то замечательным образом сложилось. Потому что замечательная поэзия прочиталась в Сашином музыкальном... Скорее, я слово забыл. Значит, прочиталась в Сашином музыкальном, скажем так, варианте, хотя было слово более приличествующий момент. Интерпретация. О! Опять. Заметьте. У меня в Сауе надо выступать дуэтом здесь, у микрофона. Простите. Простите. ПЕСНЯ Вот и кончена разлука, Ливнем разразилась тишь. Школьная моя подруга, Ты на родине не гостишь. Умница и блабука, Не озлобившая дух. О, как страшно, О, как долго, Мы не говорили вслух. Горбоносая печуга, Не желая быть чужой, Ты тогда ушла и с кругом, И взлетела над межой. Сгинул славка, умер Вовка, Оступившись на лету. Те, кто звал тебя жидовка, И любил за доброту. И гулял с тобою вслякать, Знаю, прилетев домой, Ты ночами будешь плакать Над могилой и тюрьмой. О, как время губы студит, Будь то север или юб, Никогда уже не будет У меня таких подруг. Но жданье успокоив В этом горе и тепле, Я скажу, что нет изгоев, Нет изгоев на земле. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо Александру Идельчику. На страже Григория Петвина, город Марабук, Германия. Пришел к нам на мастерскую сегодня человек, который опять-таки был вчера здесь, в концерте находки дня. Вчера Валентин Левочкин был в качестве композитора, сегодня он попытался предстать перед нами в виде исполнителя. И спел две песни о Куджаве, но предварил каждую песню стихотворным эпиграфом из «О Куджаве-Ж». И мы хотим попросить Валентина Левочкина прочитать эти два эпиграфа. Валентин Левочкин, город Дмитров. У нас нечасто бывают исполнители стихов, вот один из них. Добрый вечер. Вот я прочитаю стихотворение, которое мне больше всего, может быть, нравится о Куджаве, может быть, его меньше, знаете. Кричат за лесом электрички, от лампы тени на стене, и бабочки, как еретички, горят на медленном огне. Сойди к реке по тропке топкой, и понесет сквозь тишину зари вечерний голос тонкий, ее последнюю струну. Там отпечатаны колени остроконечные следы, как будто молятся оленя, чтоб не остаться без воды. По берегам луной залитым они стоят, глаза к реке, твердя вечерние молитвы на тарабарском языке. Там птицы каркают и стонут, синеют к ночи камыши, и ветры с горькою и стомой все дуют в дудочку души. Ну, второе, я не знаю, какое там читал, я про это что-то долго забыл. Наверное, вот это подходит нам больше всего. У поэтов соперников нету, ни на улице, ни в судьбе. И когда он кричит всему свету, это он не о вас, а о себе. Руки тонкие к небу возносят, жизнь и силы по капле губя. Догорает, прощения просит, это он не за вас, за себя. Но когда достигает предела, и душа отлетает во тьму, поле пройдено, сделано дело, вам решать для чего и кому. То ли мед, то ли горькая чаша, то ли адский огонь, то ли храм. Все, что было его, нынче ваше. Все для вас посвящается вам. Спасибо большое Валентину за прекрасно прочитанные, прекрасные стихи. На сцену приглашается автор Олег Селиверстов, который опять-таки не новичок на нашем фестивале. Олег ни на кого не похож. Вот вообще ни на кого. Сам по себе такой Олег. И это, наверное, очень ценно для фестиваля, где песня является отражением личности человека. Олег Селиверстов, ныне город Чебоксары. Добрый вечер. Секундочку. А песня называется «Петрушка». Эпиграф. Я блуждал в игрушечной чаще И открыл лазоревый грот. Неужели я настоящий? И действительно, смерть придет Осипом Брештану. Я отправил спать все игрушки, Часовых солдат раздавил. Только глупый насмешник Петрушка Не ложится спать, плачет. Я не сплю уже долгие ночи. В дом приходит ревная старуха, А лавянный таращится глазом. На меня всем телом ложится. Росползаются тонкие нитки, Как землей вырывают корни. Там под ними осколки и зеркальца, Ледяные рыбьи головы. И дышать не видеть вольно, Будто жизнь вся попляталась в норы. По черне, по изрывному полю, Я бегу, я боюсь провалиться. А ты помнишь, мой мальчик, Помнишь ту тропинку к реке, Ступенька, ее нет. Она под водою, и вода все пребывает. И мосты, и дома, и вода все теперь под темной водою. Обними, обними меня, мой добрый ребенок, Обними меня, мы исчезаем, И я буду любить тебя вернее. До последнего нашего часа, Здесь, в своем обреченном мире, Похотать и не помнить о смерти. Олег Сильверстов, Чебоксара. На сцену приглашается Виктор Зеленов И несколько добрых слов от Михаила Богуславского. Спасибо. Сегодня мне выпало представлять поэтов больше, чем поющих. Это хорошо, что здесь добротность поэтов. Это хорошо, что поэзию продолжают писать взрослые люди. Это хорошо, что поэзию пишут мужики. Знаете, я сторонник любой поэзии, Не зависимости от пола. Но мужиков ведь все равно приятно. Пусть это будет мой этот, так сказать, каприз. Спасибо большое, Михаил. Я, конечно, немножко удивлен выбором, Но, тем не менее, Вот такое ироничное стихотворение, Которое называется «Когда». Быть моряком, пилотом, Нетрудно, говорят. Легко быть Дон Кихотом, Когда боготворят. Эй, раступись, путаны, Не нужен мне ваш ряд. Я буду Дон Жуаном, Когда боготворят. Любовь сильнее ветра, Твои глаза горят. Я стану Доном Петра, Когда боготворят. Спасибо. Это был Виктор Зеленов. На сцену приглашается Олег Мархелевич. И несколько добрых слов от Виктора Николаевича Кузнецова. Ну, что можно сказать, Олег, Из тех, кто, У кого эта самая песня Является, ну, в общем, Не просто и даже не столько, И не только и не столько Предметом сцены, Вступлений, Сколько частью, В общем, частью жизни. Это мне, в общем, очень близко, Потому что Сад такой примерно. Ну, и помимо прочего, Я могу отметить, например, Такую вещь, Что Фамилию Труханов Я впервые услышал В их компании, И был это где-то примерно 90-й год, Если не раньше, Когда его, в общем-то, Ещё никто не знал. Ну, и вот, соответственно, Песенка, Как я понимаю, Примерно из тех времён, да? Да. Добрый вечер. Сергей Труханов На стихи Арсения Тарковского. Арсения Труханов Арсения Труханов Ничего на свете нет, Что мне стало бы родней, Чем летучий детский бред Нищей памяти моей. И опять звенит в ушах, Мир гремит, Но мне слышней. Тихий шелест, Лёгкий шаг, Голос тишины моей. Я входил в стеклянный дом С белой бабочкой в руке. Говорил я на чужом, Непонятном языке. Бабочка лежит в снегу, Память бедную томит. Вспомнить слово не могу, Только звон в ушах стоит. Я входил в стеклянный дом С белой бабочкой в руке. Говорил я на чужом, Непонятном языке. Бабочка лежит в снегу, Память бедную томит. Вспомнить слово не могу, Только звон в ушах стоит. Большое спасибо Олегу Мархилевичу. Город Москва, Олег. Город Москва. На сцену приглашается человек, Вот мы обычно любим поболтать, Перечисляя различные неудачи, Или вообще делясь тем, Почему мы бы так не написали. На сцену приглашается человек, После выступления которого, К некоторому неудовольствию, Которому мы ничего не сказали. Мы сказали, А что мы тут можем сказать? Ася Аксенова, Поэт из города Москвы. Добрый вечер. Ни пола, Ни расы, Ни возраста, Только душа. Единственный статус души Быть душою. Она обернется С приятной прогулки, Спеша. Она улыбнется. А может быть, Их было двое? Не смейтесь. У смеха, возможно, Не будет основы. Когда вы узнаете Сказку об маленьком принце, Планету свою Приведите в порядок И снова полейте цветок. И забудьте, Что звезды так близко, Что дух захватило. Что делать с бессмертной душой, Узнавшей другую? Нет возраста, Пола и расы. Учитесь летать У души Перевес небольшой Над телом. Учитесь, Мы все в первом классе. Открыты учебники, Буквы выводит рука. Мы все постигаем Основы письма и полета. Мы плохо стараемся, Мы заблудились слегка. Мы ждем, Что когда-то, возможно, Узнаем кого-то. Все наши различия бред. Мы летим тяжело, Цепляясь крылами За двери, За выемки, Рамы оконные, Ноги грузилом тяжелым, Свело закон тяготения. Не знаем, Зачем и куда вы. Летим в пустоту, Напряженно выводит рука. Корявые палочки, Перья от встречного ветра Пушатся слегка. Мужи поднялись в облака. Ни пола, ни расы, Ни времени, Только бессмертие. Браво! Меня попросили прочитать два, Поэтому читаю еще одну. Кошка не знает, Сколько ей лет, Смотрит на короля. Кошка совсем не умеет петь, Путает ре и ля. Кошка совсем не умеет ждать, Хочет сразу и все. Кошки неведомы, Благодать, Сард, Молескин и басе. Кошка трется у ног, Клянчит сыр и творог. Я чешу ей бок, И даю пирог. Кошка думает, Что я бог. Спасибо. Спасибо, Аксенова. Москва. На сцену приглашается исполнитель, Опять-таки, Не в первый раз Являющийся находкой Нашего фестиваля, Но, что отрадно, Николай Алтухов, Когда-то Санкт-Петербург, А ныне город Москва, Упорно учится, Упорно совершенствует себя. Просто видно, Как он себя создает. И все больше и больше Удачи на этом пути. Николай Алтухов. АПЛОДИСМЕНТЫ Музыка Евгения Слабикова, Стихи Юрия Левитанского. Музыка Евгения Слабикова, Стихи Юрия Левитанского. Музыка Евгения Слабикова, Музыка Евгения Слабикова, Как трава на пожаре, как трава на пожаре Остались от песни слова. Ни огня, ни пожара, молчит колокольная медь. А словам еще больно, словам еще хочется петь. Но лишь слов с моря все реже стучат поезда. В заметенном окне полуношная стыня, цвеста. Возле рижского взморья, у кромки его берегов Опускается занавес белых январских снегов. Опускается занавес белых над сценой пустой. И уходят волхвы за неверной своей звездой. Остывает залив, засыпая в заливе водой. И стоят холода, и стоят над землей холода. Остывает залив, засыпая в заливе водой. И стоят холода, и стоят над землей холода. Молода. Субтитры создавал DimaTorzok Остывает залив, засыпая в заливе водой. Тогда следующее сообщение. АПЛОДИСМЕНТЫ В тени солнечных блесток, рыжий ребенок, лошадка-подросток, плечиком дернет, топнет копытцем, ветви загнется, и мир отразится в темном зрачке, незнакомый, манящий, тени бегущие в греческой чаще, берег скалистый. Их холм отдаленный, речка текущая в куще зеленой, кудри густые прибрежного сада влажной ладонью пригладит наяда. Радуй здесь жизни, любви не жалейте, пан заиграет на трубчатой плете, пляски сатиров под пологом леса, в чащу тебя увлекут кентавареса. Локон в юрьском огне обожженный, на загорелой груде обнаженный, бронзовый круг из живого металла, глянула искоса и ускакала. Распаляется свет, высыхает гортань и темнеет оранжевый гул, где рассудок царил, там гудит пустота медным колоколом в мозгу. Раскаленных лучей золотое копье бьет на вылет, и раной сквозной проникает пустыня, сознание мое облекает, становится мной. Мое тело иссякло, мой дух изнемог, жизнь плевок на горячей плите, но в последний момент мне является Бог. В несказанной своей правоте он велик, как пустыня, и стар, как песок, и моей слепотою дручен. Ты, сосуд мой, в себе заключающий все, что ты ищешь и просишь о чем? Для чего в этом пекле слепого слепей? Ты бесцельно застыл посреди, погляди. Иди, вот, вода, наклонись и испей, вот, прямая дорога, иди. Ну куда же, куда? Бог вздыхает, и вздох пыльный смерч поднимает вокруг. Да, я чувствую, смысл бесконечно глубок, но, увы, ускользает из рук. Надо мной курится бархан на ветру, и предсмертный смыкается бред. Я, возможно, пойму, я, наверное, умру. Впрочем, кажется, разницы нет. Михаил Гончаров, автор песен и поэт из города Минска. Что касается человека, который завершит наш сегодняшний концерт, Ну вот, пришел этот человек на мастерскую, и тут половина нас, членов жюри мастерской, мастеров, значит, полонится, сказала, «О, Владимир, зачем же вы идете в мастерскую?» А Владимир нам и говорит, «А хочу показать новую песню, имею право». И заставил нас таким милостивым жестом поднял с колен, усадил в кресло, спел новую песню, мы ее обсудили. Поэтому имеет полное право завершить наш концерт Владимир Капгер, Москва. Так я не знаю, Джек справится ли с задачей. Давай в микрофон. Да? Да. Хотелось бы, конечно, попробовать еще, вдруг получится. Нет, не надо. Я находка дня, понятно? 42 года. Никто меня не находил. Ну, их вина. Вчера прозвучал здесь русский рок, великолепный такой, огневой, заводной, ну, в параллельном стиле клубного рок-н-ролла. А я вот написал в свое время, недавно совсем, песенка, которая называется «Российский блюз». Для создания моста между поколениями. Хватит гнить по кожаным креслам И лечить крестиром в запор. Да воскреснет в каменных чреслах Наш былой пацанский задор. Пусть твердят, мол, ушло ваше время, Изменила эпоха лицо. Не заменит хипстеров племя Поколение дорожных бойцов Грохоча летели составы Унося нас на зов трубы О, как трещали наши суставы Под немыслимым грузом судьбы Неуплазменных мониторов Божий мир постигать пришлось Горький запах родных просторов Пропитал нашу плоть насквозь Выносили друзей из раненых С ледников деревел Нордвест Осенял ледяными гранями Нашу юность Лексирский крест Русской глины месили кашумы Но смогли целый свет обнять Муж китерского братства нашего Никому теперь не понять К небесам взлетали хоралы В мрачных храмах седых лесов Их хмельное братство орало У священных ночных костров Да, состарились наши боги Тех костров унеслоды мы Но в иллюзию вечной дороги Веру свято хранили мы Порядели в боях когорты Выцвел шелк боевых знамен И картины в памяти стерты Легендарных живых времен Ночью старые ноют раны Половины уже нет бойцов Да и живых друзей ветеранов Забываем в конце концов Возвратится на круги ветер Примут вахту в урочный час Повзрослевшие наши дети И споют они лучше нас Ну а я уж готов к ответу Потому вам пропеть не боюсь Мне навеянный диким ветром Мой корявый российский блюз Счастлив я до последнего вздоха Делать ставку судьбы на кон Пусть эпоху сменяет эпоха Это жизнь и простой закон Только я повторю вам снова Что для вас из кронежной тьмы Верой в силу вещего слова Этот день созидали мы Хотел я закончить словами И жалко, что мы не услышали начальника транспортного церка В смысле Анастасию Огошкину Не получилось Анастасия Огошкина завершает наш концерт «Город Орел» Стихи Анастасии Анастасия, вы проходите вот сюда А то нас едят за перебором времени Вот сюда, смотрите, в микрофончик Медленно выходит Анастасия Огошкина Город Орел Вы выходите, выходите А я скажу несколько слов Стихи Анастасии, может быть, не безупречны Так нам показалось Но так здорово и зримо простроены Что нам, опять же, показалось Что эти стихи должны быть вами услышаны И вот благодаря человеку, который услышал Мой горестный вопль, предыдущая Анастасия с нами Спасибо Здравствуйте Зима стоит у первого причала Она когда-то нас не докачала Не долюбила Начинай сначала считать Теперь отчет идет всерьез Второй штормами будто молью съеден На нем рыбачат Отливают медью разложенные снасти Треплет ветер мальчишкам кудри И щекочет нос У третьего мы прежде целовались Над нами тусклые звезды разгорались И самолеты, кажется, сбивались С очерченного твердой им пути В четвертом мы и вовсе не ходили Мы выдрали себя и сохранили Мы сберегли себя и отмолили Друг другу непрощенные грехи У пятого остались наши тени И путая субботу с воскресеньем Теряли мысли, молодость, терпенье Обманутые тусклым лунным светом Сползали вниз И на шестом причале Мы станем нашей смерти за плечами Носить, как носит пара обручальных И будет лето Непременно лето Спасибо Большое спасибо Анастасии На этом наш концерт Находки дня Сегодняшняя субботня А также Находки дня Фестиваля Бенефис 2019 Закончен Приходите на Бенефис 2020 Где также будут работать мастерские И еще раз я назову мастеров И надеюсь, что аплодисментами Вы отблагодарите их За их долги Главное долги Не могу сказать, что скорбные Во многом очень радостные Для них самих труд Итак, это Борис Жуков Москва Виктор Кузнецов Москва Георгий Курячий Москва Григорий Певзнер Марбург Германия Татьяна Доригина Вчера мастерила Москва Ася Нистратенко Ныне Москва А когда-то Иркутск Новосибирск Петербург Ныне Москва Дмитрий Коломенский Санкт-Петербург И Михаил Богуславский Челебинск Большое вам спасибо Спасибо